Ограниченные возможности здоровья – это не приговор и не повод сложить руки. Эту простую истину в очередной раз доказали окружные инвалиды. Более 70 человек собрались сегодня на 7-м физкультурно-спортивном фестивале для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он прошел в Наринмаре в спортивной школе «Труд» и собрал команды из разных муниципалитетов округа. На торжественном открытии спортсменов-физкультурников приветствовал глава региона Александр Цибульский и спикер регионального парламента Анатолий Мяндин. Перед началом фестиваля физкультурный экспромт. Зарядка под руководством азартного спортсмена в отличной физической форме председателя окружного собрания депутатов Анатолия Мяндина. Наклоны, повороты и выпады участники фестиваля послушно повторяют. Уже разогретых и заряженных на победу физкультурников поприветствовал глава региона Александр Цибульский. Спорт – это особая культура, которая объединяет людей, позволяет выразить все свои самые лучшие качества. Я уверен, что вы сегодня не только сможете проявить эти качества, но и получите истинное удовольствие от происходящего. Желаю проявления лучших бойцовских качеств и с этим вас спортивным праздником позвольте от души поздравить. Физическая культура и спорт могут помочь преодолеть недуг и вернуться к полноценной жизни, уверен Анатолий Мяндин. А поддержку в этом окружному обществу инвалидов всегда окажет власть региона, отметил спикер. Собрание депутатов высоко ценит работу вашего общества и всегда будет поддерживать во всех ваших начинаниях. И мы уже зарядку с вами сделали, я думаю, что вы готовы уже в бой. Рина Цефискультурный бой. В этом году съехались более 70 человек из Наринмара, Тельвиски, Макарова, Омы, Оксина, Красного и Великовисочного. Проезды и проживание участникам предоставили за счет окружного бюджета. Председатель Омской первички окружного общества инвалидов Серафима Кокина приехала в Наринмар с двумя сельчанами-энтузиастами. Участие в фестивале жители Омы принимают впервые. Это стимул такой, ты не чувствуешь себя инвалидом, вдохновляет все это. Напротив, заядлый участник фестиваля Галина Мединцева. На счету физкультурницы немало побед. Впрочем, главное вовсе не победа и даже не участие, а дружеская атмосфера и общение, царящие на фестивале, уверена Галина Петровна. Три года назад первое место по дарству заняла, потом второе, а сейчас последнее. Но все равно принимаю участие, не важно там место. Мы годами не видимся, бывает, а тут увидишься с людьми, пообщаешься. Не ради высоких результатов, но ради спортивного азарта на фестиваль пришел и Миша Чумак. Юноша признается, он большой любитель скандинавской ходьбы и плавания, но не прочь попробовать себя и в других дисциплинах. Я думаю, что в развитии я готова быть к серьезным нагрузкам. Вдруг придется соревнование какие-нибудь, поучаствовать в бизнесе. С каждым годом участников фестиваля становится все больше. С радостью отмечает председатель общества инвалидов Надежда Ковалевская. Самым результативным спортсменам-физкультурникам региональное мероприятие дает шанс выехать на соревнования за пределы округа. Что мы проводим на региональном уровне, потом по лучшим результатам люди участвуют у нас в выездных мероприятиях. Это пара Крым, это Карелия, физкультурно-спортивный фестиваль среди молодых инвалидов. И мои инвалиды показывают очень прекрасные результаты. Я рада за них, я горда за них. Седьмой физкультурно-спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья в очередной раз доказал способности этих людей безграничны, несмотря ни на какую группу инвалидности. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».